Не задумывалась, то есть когда после школы я пошла в университет и мы с мамой лишь бы куда-то поступить, где дешевле стоимость, там и я пошла на инженера механика учиться и пять лет отучилась, ревела, инженер механики по образованию, ревела, зачем мне эти валы, вот эти шестерни, но отучилась, потом причем работала по специальности, но знала, наверное, что все-таки не мое. И вот только здесь вот, в Алма-Ате, я начала задумываться, что же мое, и, честно говоря, пока не нашла ответа. Где-то была такая методика, что нужно подумать о том, что тебе нравится делать. Я вот список написала, что мне нравится делать, пришла к выводу, что вроде фотографировать нравится, почему-то пока не получается, может быть все-таки и мое, не знаю. Даже купила как-то аппарат, но вот как-то нравится с детьми заниматься, может быть это, ну не знаю, может быть действительно нужно быть готовой, вот как вы сказали, и оно придет. Потому что я на некоторых людей смотрю, и мне иногда прям даже завидно становится, как некоторые себя находят, даже будучи вот, ну как в подростковом возрасте, вот. Родственница одна, я хочу быть врачом, вот она прям хотела быть врачом, то есть это действительно призвание быть врачом, она поступила, отучилась в медицинской академии на гранте. То есть это вот, мне кажется, врачом вообще призвание должно быть. Или вот кто-то вот парикмахер, стилистами работают, кто вот, их же куча этих парикмахеров, стилистов, но кто-то добивается в этом успеха и зарабатывает большие, хорошие деньги. Почему кому-то вот так, а кто-то вот, что-то раз так работает, да, то есть это вот очень важно найти себя. Ну как действительно искать, искать, пробовать то, что нравится, я думаю. И по поводу того, чтобы доводить до конца, я вот свою мысль бы говорила, что мне кажется, что конца нету, потому что в любом деле всегда есть, найдется, ну чему еще можно научиться, еще больше развиться в этом направлении, которое тебе нравится. Похлопаем. 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 Похлопаем.